Пожалуйста, у нас было прекрасное время, поехали люди из наших пастолей на красивые места, коляка. Могу меньше. Мы храним вчера, время покажем вчера. Учебуемся с другими дебатствами об этом коляка. Да, и поняли, 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 что нам нужно было это в первую очередь. Я разговариваю, что не тряпало от самого начала, на нас и мы же мы. Потому что чувствую, что там всю неделю мы уже начинаем раздражаться. За что-то усы, что мы вчера в Анкаре, мы все вечером закончили, закончили 10 раз и мало. Вчера в утром я еду на Макриде. Вчера вечерта, потом с мупет, и вдруг выезжает джип БМВ, прям передо мной меня подрезает. И извиня, что точно пред меня извиня холата БМВ. Я очень развилась. Я снова съедалася. Видала все, что можно было из макета. Пошли курсом на максимално, да? Да, обогнала его. Притормозила перед ним. И после сграя перед него. Показать, кто-то хозяин. Что-то такое главное. Что-то ничего не делали. А скромно. Вот. И когда вы вчера отдохнули, когда хорошо. И вчера много напротив силы починали. Я говорю, слушай, я не на тебя раздражаюсь, оказывается. Я просто устала. И на большинстве разом. А с лятой все дразни, а просто с вами холена. Я понимаю, что мы, и духи, да? Нас воздражают блондинки впереди за рулем. Я сразу прощу, кугатого дня. Мы связываем друг другого поводчика с дразни. Да, с пленат блондинок за рулем. Кугатых пленами различные будники. Особенно за пленки, да, да. Особенно за тех, которые посреди, что отрезают. Да, вообще, ну, вот такие вот истории у нас. У нас сейчас, а у нас новые люди пришли, да? Представьтесь, пожалуйста. Дима, мы нових родителей. Можно сами меня зовут, да? Меня зовут Дима. Мы все, в принципе, все семьи приехали из Украины. Вот, жили год почти в Оландии. О, Оландию. Да, тоже помню, у вас не даром уехали, чтобы быть, мы где-то туда. Дальше планируем, там, может, в Польше. Думаем сейчас, да. Вообще, так будет, все, наверное. Все, наверное. У нас все люди самые работяне простые. Слава Богу. У нас еще будет... Мы добрые. Запорожье в области. Да. Да. Аплодисменты. Аплодисменты. Да. Аплодисменты. Ну, мы с вами печали, я думаю, мы потом уже познакомимся. Ладно, вас видите, чувствуйте себя как дома. Нет, соратное себя видя. Чувствуйте себя как дома. Да. У нас будет короткие свидетельства. Сегодня такое насыщенное. Это... Сейчас с Эдди давайте мы начнем. Лишь, ты меня делал со шестого. С шестого. Он еще более темпераментный. Да. 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 Всехи мотоцики сме таки. Да. Все... Мотоцики. Мотоцики сме таки. Темпераливные. Да. Два мотоцики. И два мотоцикла сломал так. Добро утро, церкви. Доброе утро, церкви. Тук сме заслужим на всемогащие. Аминь. Здесь мы заслужим всемогущему. Аминь. Елшиадай. Елшиадай. Аминь. 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 Почнем да учим и гречки вече. Аминь. 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 Не е тайна, че там има армянски церкви. И много армянци. И много лета ми е тайна, че там е много армян. И их церкви. И армянски церкви. Аминь. И в момента положението там е критично. Първо от земетресението. И в данный момент там ситуация там е критическа. В первова очередь за земетресение. А в другую очередь, че има е война. Ну и еще легимое. И в Нилвичеме труднете места. Мое труднете места. Мои монетризаторы. Когато започнал грузотвор, започнал в автешкие коридоры. Когда я начал служить в тюрьме, я... За животных. А я начал служить тем, кто осужден на жизни. И трябва да ви кажет, че не е легко, обаче Господь я вам не дал дарове такива. Имаме дар такат. Всякий има дар. Как Господь нам дал такой дар. У каждого есть такой дар. У каждого есть разные дары. Не все будут, конечно, служить в тюрьме. Но аз скъп да ви насърча да разберете какъв дар ви имате. А хочу вас вдърхновить, чакво поняли какой дар есть у вас. Вижте как Господь принта господь ми откри. Послушайте, че утрам мани е Господь на крыло. Колелото на живота. Колесо. 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 Нали знаете, че колелото е преобраз на вечността. Вътре в колелото е живота и ограничението във времето и човечество. Внутри колеса са ограничения. Държите и човечество във времето. Ние живеем в ограничения. Във време. Във време. И във ума разбира, че в ограничения. Всички знаете, че използвам и 3-4-5% от мозга. И ограничения разно. Три-4-5% от мозга. Аз вярвам, че първите хора са използвали 100% и с това грехът бързо е нарастал. Но така Господ ки е закъртил върнега. Вярвам, че вярвам, че използвали своя мозг на 100% бързо така, което могат да го пише. Но да не се отпълнявам Алфа и Омега, началото и края, Господ, Бог. Той е извънската и вътре във кръгата. Т.е. Той е извън времето, Той има времето. Чака всеки да го приеме и вътре във себе си. И след, че ба каждый принял Бога внутри себя. Разбрах също, че така ми се дали разбиране, че всеки във този кръг има определено място. Я поняла, че във каждый из нас он имеет место в една колесина. Да си представим този часовник. Той има вътре частички, които работят. Да си представим, че ти си стрелката, аз съм хопчето. Всеки е нещо от този часовник. Представя, че във дърмена стрелка е новичка и каждый из нас, когато ти ставиха една механизма. Но ти знаеш в коя част си от този часовник. Но ти знаеш в коя част си в този часовник. Когато ти научиш, започнеш да работиш сто процентов това, което Бог ти е дал. Когато ти узнаеш, ти начинаеш да работиш на сто процентов. И используя този дар, который тебе Бог дал. И смисъл на този кръг, в който живееме, И смисъл этого колеса жизни две вещи. Едното е да разбереш каква част си от часовника. И втората е да осъзнаеш, че Бог те е създал и иска да те прибере обратно при нем. Т.е. да изкарва от кръга и да влезе на вечността. И аз искам да я прочета 25 глава на Матфея. Остана ми една ръкатка за малко време. И искам сега да прочета 25 глава. Има една прича, в която... 25 глава е и с една прича. В която си говори за талант. Тя ще е прочета на български. Ти ще превежеш. Да, ама сурдно да ви веря. Ще чети повече Библия. 25 глава. Тя цялата прича от 14 до 30 стих. С 14 до 30 стих, сега прича. А пък аз искам да ви прочета само последните стихове, където... Вече обръчете последния изхилдия. Виждам да вземи сега неправилно върначе. Ладно, това нямам с малко търпение. Става въпрос за това, че на един се дадаха 5 таланта. Добре, никога го намеря, защото съм с неправилните очки. Но става въпрос за това, че един беше с 5 таланта, и десет един талант. Вспомните ли си? Рассказывай за причем, когда у одного челета за 5 талантов, у другого 3, у другого 1. Този с 5 таланта утили и въеднага спечели ошли 5. И вот этот челелек, который был 5 талантов, пошел и получил еще 5. Този с 2 таланта утили и спечели ошли 2 таланта. Този с 1 таланта, он пошел и получил еще 2 таланта. А този с 1 таланта зимачику зароем. А този с 2 таланта, а този си бъл и получил, той не е бил еврейски. Ще иску да даде на банкерите да го увеличат, така каза Исус поре. А господа, измяваш на причата. Що ли го даде на банкерите поре, те да работят с него и да се увеличи, да ми дадеш ползата от него. Т.е. използваш ли таланта? Това е въпросът на цялото. Използваш ли талант? В друга прича се казва, че тези дървета, които ни дават плод, се отсичат и се хвалят в огъни. В друга прича разказвая се как части дереви, въня си граются и использоват за тя огня. Они сжигаются. Всички знаем кое е огъня. Мои знаем, че е търнена от вънка. Там келетто е непресъствието на Бога. Вече на тигната снаружи, там ти не е присутствие Бога. Има един стих, в който Бог казва, че на първия, който спечели пет таланта, е един стих в Библия, ке разказва ли се, что тот, кто получил това, пет таланта, му дадах още един. Има да видя, че един. А на този, който нямаше, му се отне и фактът имаше. В него е един и все. Далък му си ни се питат какво означава това. И я очень много бивни думала, че това означава, че си губиш спасението. И это означава, че ты теряеш твое спасение. Аз невярвам, че не можеш да се загубиш спасението. Има такава тенденция в християнство, които кажат, един път спасен, завинаги спасен, няма такова нищо. Я не верю, че есть такое, как говорят часто, что один раз спасен, но лично спасен, даже не так. И в общение того, что я сказал, когда у вас есть таланты, когато си вътре в кръга, където Альфа и Омега, ешедай, ти трябва да си употребиш талант, и захваниш себе могъщия Бог. Ти должна сфорзвати талант, защото хваниш Бога. За пример, аз съм бърванист, бях бъл професионал, но когато повярвала в Бога преди много години, аз казах повече няма въсвилия. Я сказала, я больше играть не буду. Знаете ли за что? Знаете, почему? До тогава въсвилия в такая музыка, че могла прочитаващи. Потому, что до этого я играла ту музыку, от которой меня просила. Но я получала много денег до этого. Представь си, на асфалта сядаш, и ставишь 5 часа. Аз си обича парабаните, обаче 5 часа за сидишь, няма значение каква музыка. Денавико своя муравада, но за 5 часов да играеш в мурава, можеш заполниш всичко много музыка, а то слишком много уже. И за това трябва да ставам музыканти пият. И кажа, аз ползам право. Пойтам музыканти и подбивай. И живееш в такъв живот, в което ви трябва. И за това казах, няма да свирам. Не го искам платно. Но богата у меня хваление. Когда я увидел хваление, я сказал, что у меня есть талант, у меня есть дар. Я должна его развивать. И сега... Не, не искам много как бы, че свирам. И сега? Не сега, но в другой раз я буду развивать на Евреси. Другото беше друг учил от пръста, половината, щеш зафръкни, да знам Бог. Это еще другая училка. У меня должен бил... Аплес забавляйся, как благима, а Бог и Бог спаси его. Искам да благодаря на Бог за две неща днеска. Хочу поблагодарить Бога за две вещи сегодня. Едно твое, че ми спаси пръста и мога да работя и да свира все въобщее. И второе твое, че Наташа днеска ми кажа, благата вест, която за мен е блага вест. И второе, это то, что Наташа мне сегодня сказала, блага вест, которая и для меня блага вест. Три месеца чакам Бог да ми отговори, че трябва да утина в Сирия. Три месеца я жду, и три месеца я жду, когда Бог мне ответит, че я должен поехать в Сирию. И ем свидетел, че някак ми казах, че ще утира в Сирию. И вот свидетел, сега мне сказала, че я поеду в Сирию. Тоест, шима запознает с сирийски пастурь, които разбиратся, че ухорят пътя за там. Меня познакомят с истинами пастурами, которые как раз мне откроют пътя в Сирию. Знаете ли, за что толку я дал господь в Сирию? Вы знаете ли, почему я так долго ждал ответа в Господь? Я спрашиваю, что я порасна. Я должен был вырасти сначала. И я с ним говорю за годину. Я не говорю про господь. Может быть, мол, и вообще не порасна. Может, я бы мог и вообще не вырастить. Порасна, значит, покорство. Вырастить означает вырастить покорство в Сирию. Покорство в Бога нас Всична. Покорность. Покорство во Всичку. Покорность во всём. В Его Слове. И на то, което я вложил от нас. Всеки един от нас. И покорность тому, что Он вложил нас. Ясно сверчам. Я вас хочу портновить. Найдите Вашу Сирию. Ваше служение. За счёту не сычки, сме часты на единственном. Потому что мы все частицы лишь одного. И я което на частной работе. Если одна часть не работает. И я не смогу работать. И Бастера не смогу работать. А Александр не смогу работать. Никто не может работать. Никто не сможет работать. Всъщност, Бог има съвършен план. Той ще намести друг човек. Но Ти си любишь това семья. У Бога, конечно, есть большой план. И если Он сможет поставить человек на тоя место, но тогда Ти ги потеряешь това семья. Аз към да във сърче, я хочу вас дърналити. Че Ви служите, Он се могъщия. Ел шадай. И Той толкова наобича. И Он так сильно нас любит. И има толкова много време. И Той так много време. И Той може да начака. И Он нас подиждате. Но няма време. Аз и когато вържавам от Божията страна и Божието Слово, че времето е кратко и живея в последно време. Мы живем в последния време. Осталось совсем чуть-чуть времени. Бог Бог Господи. Бог Вас благословит. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас еще перегон вся Миша. Мы его так ждем, вообще как родного. Он сделал причастие нашей семьи. Я попросила, чтобы немножко лучше поделился. На скорость заварна Михаилу. Мин должен время чар-кар-кар. И здраво в чар-каре сидел. Здраво в чар-каре сидел. Здраво в чар-каре сидел. Здраво в чар-каре. Здраво в чар-каре. Я очень благодарен Богу, что Он дал возможность здесь поприсутствовать, хоть и не на долгое время. Аз съм много благодарен на Бога, че мога да присутствам тук, теме и за малко. Поприсутствовать в Его Царство. Аминь. Поприсутствовать в Его Царство. Здравствуйте. Потому что Библия говорит, где двое или трое соберутся во имя Его, там будет и Он. А где Он, там и Его Царство. Аминь. Этого мне очень сильно не хватало, когда я был на суде. И за это я Ему очень благодарен. И за Вас ему много благодарен. И у меня есть маленькое свидетельство. Многие, наверное, знают, я Моряк. С тех пор на помощи у Вас, знаете, Моряк. И я вернулся со своего первого рейса. Я заволновал по первой оси рейс. Входишься для электромеханика. Который электромеханика? Я был очень заволнован, только вступил на это судно. А я много предъясняю, там он заступил на работу. Так это был первый раз. За счет твоего заболевания. И ожидал, что этот контакт будет очень интересен. И у тебя был тоже контракт, что было немного интересен. И несколько чих. Было много проблем, на самом-то деле. Вход с основным коленем. Которым я был не готов. Вход с которыми я не встречался, когда был кадетом. Но это все был план Божий. Поступка, я устроил один очень важный урок. Нужно доверять Богу. Он не дает сверх сил. И хочу рассказать об одной ситуации. Которая произошла в первой неделе моей работы на суде. Какой, это все научилась, или, чтобы работать на кольцово? Так как первое время оно самое тяжелое. И я был, уже в работе. Имых много работы. И так как не работаю на контейнерном судне. Мы перевозим контейнеры. Логично. Но, помимо контейнеров, мы перевозим специальные контейнеры, как рев-контейнеры, и, грубо говоря, это холодильники. Но они перевозят и специальные рев-контейнеры, и вы спросите мне, гуленья и холодильницы. Я, как электромеханик, тоже за них ответственен. И одного дня мне сообщили, что один такой юнит находится вне своих температурных пределов. И, как я электромеханик, ответственный за этот юнит, я пошел его проверять. И на свое удивление я обнаружил, что все параметры в норме и никаких подломок нет. Если не надо, видя, что слишком много требований и никаких повредов не было. Я на точку, я образовался больше всего. И, как бы, еще два подхода на его голоса и другого? В моей профессии это, наверное, самое ужасное, что может произойти. Как-то все в порядке, но не все в порядке. Я написал e-port и отправил его в офис. Пришел ответ, и там было написано, что все параметры, в принципе, в норме. Вполне возможно, что груз, который находится внутри контейнера, ему просто нужно чуть больше времени для того, чтобы охладиться. И получил его в офисе, чем параметры в офисе? И все, как при работе, мы можем работать на веру в свою платформу, чтобы не требовать рабочего равенства с изобрази до двух дней. И это не помет более, чем пару-тройку часов. И не надо поднимать его в очереди, два-три часа. В конце рабочего дня я пошел снова проверять этот юнит. И обнаружил, что он все равно не в пределах. И дальше, так, нечто мне нравится. Я думал, подождать уже на следующее утро, чтобы его проверить. А с мистерами я считаю, что с утра и после пары был проверен, как он? Утром я его проверил, ситуация не поменялась, он также не был в своих пределах. Утром я его проверил, и я его проверил. Я очень расстроился. Много вас расстроили? В данной ситуации я должен был написать снова репорт, я так и сделал. В данной ситуации я очень голоден еще репорт, так как я его проверил? И поговорил с старшим помощником капитана. Угу, есть старший помощник на капитане? Он сказал, что так как я очень сильно занят. Только азо, не ты готова за много за это? Есть такое выражение, вагон и маленькая тележка. Schulzki Вопрос с физикой, наверное, на изглачения влаги малых в двух очках, это означает, что ему много нечто озвучнее. И получается, что в конце рабочего дня я должен был заниматься этим рейтингом. Я был измотан, уставшим до нуля. Но все равно знал, что мне нужно будет работать с этим юнитом. Но он знает, что требуется работать с этим юнитом. Эта ситуация меня очень сильно расстроила. Но все расстроил бы тебя за счет, братья. Я спросил Бога. Я раскупил Бог. Почему? За что? И в этот момент я начал молиться. И в тот момент я начал молиться. Я сказал Бог, ты все видишь. Ты видишь меня, мою ситуацию и мое сердце. Я доверяю тебе и все в твоих руках. Но на все пускай будет воля твоя. Если нужно работать, я буду работать. А утром до работы, а что ты работаешь? Да. И так как это уже был конец рабочего дня, все отдыхали. И когда я был крайне ровный день, в пять часичек собачивая. Был глубокий вечер. Белой комбинезон. Я надел свой рабочий комбинезон и пошел на паузу. И обнуждал, что этот рефер в пределах. Это было какое-то чудо. Потому что все дедлайны уже истекли. И я уверен, что Бог ждал именно этого момента. Чтобы я доверился Ему и помолился Ему. И укрепил меня в вере. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Это как продолжение. Я сказала, что Бог нам дает дары и таланты… Понимаете, когда мы соглашаемся и позволяем Богу работать с нашим характером. Какое невисество, но мы приглашаем и reproductive, мы до Бога подоработат с нашим характером. Когда мы можем приносить платы. Уходим. До иного. До доноски будет. dinheiro? До Бога об� drafted. В доноски вёсток. Очень радостная, такой момент очень радостный.